всем снова привет снова здравствуйте с вами снова бешеный повар рад приветствовать вас на канале бешеный повар но сегодня как я обещал я решил сделать вам открыть строжайшую тайну там такой секрет секрет изготовления шоколадной пасты нутелла то есть я попробовал все это дело распознал короче выяснил как все это делается сегодня хочу с вами поделиться сейчас будем делать потихонечку мы сделаем ролик коротенький потому что сложного в этом ничего нету ну и вы все поймете все увидите сами ну а мы начинаем но прежде всего нам понадобится кастрюль кастрюлька нужно ну вот такая до двух литров желательно металлической и не алюминиевая ну собственно вот нержавеечка у нас все есть все красиво кастрюльку наливаем теперь 200 грамм сливок у меня десятипроцентные вы там какие хотите 20 30 какие есть такие лет включаем да ждем пока закипит отлично закипели наши сливочки и и теперь высыпаем сюда 400 грамм шоколадной глазури белая и пока она тает все это дело быстро 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 перемешиваем чтобы она таяла вот прям на глазах еще сюда можно добавить орешков понимаете такое дело когда орешки добавляешь даже мелкомолотые ты когда потом ее кушаешь у тебя орешки оказывается везде между зубами между деснами и губой везде оказывается эти орешки поэтому я решил орешки не добавлять просто добавить ароматизатор в кустовой лесной орех сейчас я сюда добавляю 50 капель отлично ромку добавили все это начинает закипать выключаем и размешиваем 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 прям долго долго чтобы вот со дна прям вот ни гранулы ничего не поднималась вот так вот все отлично у нас в принципе вот это вот все уже как бы и готово теперь дело такое надо это перекрыть герметичную тару вот какой уровень будет на этот уровень закрыть пакетом пластиком вот одноразовый вот эти пакетики прям укутать пластиком и закрыть про плотно крышку и убрать в холодильник чтобы она брожение не началась а то сейчас легкая будет вверх тяжелая вниз и она будет у вас слоями поэтому пока она вот такого вот нагрета нужно закрыть и все сделать вот это тут я немножечко наперед схитрил черное у меня уже готово поэтому сейчас я его тоже выгружаю это выгружаю в контейнера и убираю в холодильнике когда оно застынет я вам покажу что получилось берем значит вот такой контейнер пластиковый у меня и выливаем пластиковый пакет прям накрываем хорошо что прям туда вот улеглось вот это все накрываем герметичной крышкой и убираем в холодильник пока он не застынет черного у меня получилось чутка меньше но тем не менее делаем то же самое накрываем и тоже убираем в холодильник ну еще и всем и доброго утра после того как я это все сделал поставил в холодильничек у нас прошло примерно 16 часов но вчера я сделал часа в 3-4 вечера поставил это все дело в холодильничек и вот до утра он у меня стояла сейчас уже почти 9 часов ну собственно чё ну давайте посмотрим на наше творение чего у нас вышло то пакетики я предварительно вытащил отсюда ну мне надо было проверить что не лоханулся ли нет все отлично смотрите паса какая хорошая вот это вот чутка помягче получилось такая расползлась а это потверже ну чё сейчас попробуем первичные бутербродики намазать а ажур даже можно вот так ну или даже вот так ну сами видите на самом деле паста получилось просто бомбическо просто обалденно сейчас проснется старший независимый эксперт и она все это дело оценит думаю по достоинству если конечно гордыню выключит но на самом деле хочу вам сказать что не обязательно там сломя голову бегать по кондитерским магазинам и искать вот такие вот ну всякие прибамбасы типа шоколадные глазури подойдут старые шоколадки которые дома знаете залежались уже такие побелели чутка шоколадные конфеты только не такие не с белой начинкой внутри вот который вот именно коричневая начиночка внутри идет под шоколадку все что кусковой шоколад подойдет пропорции те же самые можете взять шоколадную глазурь помешать шоколадом тут на ваш вкус можете вместо ароматизатора добавить просто орешков но я вас предупреждаю потом орешки будете за каждой щеки выколупывать это ну как бы после каждого бутерброда бегать рот полоскать и зубы чистить тоже не то ну собственно идею вам передал все это будет самый правильный рецепт нутеллы ну и чё тут я хочу добавить ставим лайки пишем комментарии подписываемся на канал всем спасибо всем пока